20-2300 новых горожан появилось на свет в Шимкенте. Ербулат Хансей Тулы родился накануне Дня города в перинатальном центре номер 4. Сегодня у нас выписывается несколько женщин, которые родили в нашем перинатальном центре. Женщины из группы высокого риска, в частности, вот наша Акбута, у которой 8-я беременность, 7-е роды. Она тоже была, конечно, из группы высокого риска, угрожаема по кровотечению. Роды произошли достаточно нормально. На сегодняшний день состояние ребенка ее тоже прекрасное, удовлетворительное. И готовится на выписку мальчик, 3-890. Роды произошли замечательно. Перинатальный центр номер 4 был построен по международным стандартам. Здесь созданы все условия для ухода за малышами и их мамами. Отдельные боксы с современным оборудованием, где за малышами ведется круглосуточный контроль. Причем мамы новорожденных тоже всегда рядом. Есть отделения для партнерских родов. Аким Города Габидулла Абдрахимов поздравил родителей маленького Ербулата и торжественно вручил им свидетельство о рождении. Отметим, что у мамы Аббаты Асановой это седьмой ребенок. Так что Ербулат будет расти в большой семье. У него уже есть пять сестер и один брат. Габидулла Абдрахимов, как и полагается в таких случаях, подарил новому гражданину Казахстана и Женгену необходимые для народных вещей. Далее Аким Города отправился в гости к самой возрастной жительнице города Назым Мамбиталиевой, которая появилась на свет в начале прошлого века в селе Шаульдер от Ирарского района. Назым Ажи родила 10 детей. Сегодня у нее 31 внук и 19 правнуков, которым она дарит свою любовь и ласку. Назым Ажи не делает тайны и делится главным секретом своего долголетия. Мама всегда нам, своим детям говорила, что для того, чтобы долго прожить, не надо лениться. Труд и добрые отношения к людям помогут прожить долго и счастливо. Жизнь Назым Мамбиталиева нельзя назвать легкой и простой. Всю свою жизнь она трудилась в селе. В годы Великой Отечественной войны внесла свой вклад в победу над фашизмом. Вокруг нее всегда много детей. Внуки и правнуки с радостью приходят в гости к своей бабушке. Вот и сегодня за большим столом собрались все. Аким города Габидолав Драхимов поздравил долгожительницу с праздником и подарил телевизор.